Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». С каждым годом тема социальной защиты граждан становится все более актуальной среди населения. О том, является ли это направление приоритетным для прокуратуры сегодня и какие существуют основные формы социальной поддержки и как их получить, поговорим о нашей программе. Я представляю гостя в студии Александр Ливыкин, прокурор Октябрьского района, советник юстиции. Здравствуйте, Александр Александрович! Как вы считаете, почему социальная сфера сегодня так важна для органов прокуратуры? Хочу отметить в первую очередь, что вопросы социальной защиты и охраны прав граждан на получение социальной помощи являются изначально приоритетными в надзорной деятельности органов прокуратуры. Основная задача органов прокуратуры и та задача, которая транслируется генеральной прокуратурой, это защитить права каждого гражданина. А в условиях, когда по инициативе и президента, и правительства страны выделяются огромные средства на оказание социальной поддержки, конечно же важно, чтобы все эти денежные средства были доведены, чтобы они были доведены правильно, и каждый человек, кто нуждается в этой помощи, получил, и самое главное, знал о том, что он может ее получить. Ну и безусловно, задача защиты прав конкретного гражданина изначально у нас заложена в закон, в федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации, поэтому это наша основная задача, с которой мы, принимая все меры, стараемся справиться. Со своей стороны хочу сказать, что прокуратура Октябрьского района активно работает в данном направлении, помимо того, что мы проводим самостоятельные тематические проверки, безусловно, мы рассматриваем и обращение граждан, рассказываем о том, где у нас проводится прием, когда, для того, чтобы люди могли обратиться со своими проблемами. Ну и, безусловно, как и в рамках настоящей программы, стараемся готовить разъясняющие информационные материалы. У нас в настоящее время законодательством предусмотрено огромное количество видов социальной поддержки. В рамках программы хотелось бы на этом остановиться в общем и определить какие-то категории, возможно. Обязательно остановимся и более подробно. Вы расскажете в нашей программе, но вот для начала я попрошу вас вообще обрисовать состояние законности в социальной сфере. Если говорить именно о состоянии законности, говорить о результатах наших проверок, выявляемых нарушениях, могу сравнить с прошлым годом. Количество нарушений в этой сфере увеличивается. Связываю я это в первую очередь не с ухудшением ситуации, а все-таки с увеличением количества и оказываемых видов поддержки. И активную позицию граждан, ну и активную позицию прокуратуры, поскольку многие нарушения, скажем так, получается устранить уже и в рамках проверки. В связи с этим связываю именно этот рост с активной позицией со всех, скажем так, сторон заинтересованных лиц. Ну разумеется, а вот очень мне интересно, какие нарушения допускаются именно государственными органами, учреждениями и организациями вот в сфере социального и пенсионного обеспечения, ведь это тоже в рамках вашей юрисдикции. Да, абсолютно верно вы заметили. Различные государственные органы у нас оказывают виды социальной поддержки, которая включает в себя как выплаты, как льготы, различные пособия. Если остановиться на органах пенсионного обеспечения, есть территориальные отделы, которые находятся в каждом районе, в том числе и у нас. Проверки мы тоже проводим. Скажу так, что эти, что проверки, в ходе проверок нарушения не являются повсеместными, но тем не менее в отдельных случаях нарушения нами выявляются. Есть различные примеры из практики. Да, а давайте приведем хотя бы на популярные как минимум. Достаточно сейчас часто встречается по сравнению с другими, скажем так, обращениями и вопросами. Среди вопросов, которые волнуют у нас заявителей, это нарушение правильности начисления пенсии, своевременной индексации пенсионных выплат. Вот, к примеру, последняя проверка показала у нас в августе текущего года. По обращению жительницы города Самара провели проверку. Обращение было связано с тем, что не проводилась индексация пенсии работающего пенсионера. То есть не был произведен перерасчет страховой пенсии как лицо, осуществляющему трудовую деятельность. Выявили, выяснили, что данная ситуация сложилась с проведением перерасчета с использованием автоматизированных систем. И получилось так, что мы, скажем так, выявили нарушение не только по конкретному лицу, которое к нам обратилось, но и по остальным лицам, которые участвовали, скажем так, для которых производился этот перерасчет в автоматизированном режиме. То есть могли помочь сразу нескольким гражданам, да? Да. И даже, получается, категории? Совершенно верно. Мы отреагировали актом, внесли представление. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен, удовлетворен. Тоже хочу отметить, что орган пенсионный достаточно быстро отреагировал. Все эти нарушения были устранены, да, во взаимодействии. Есть другой пример по социальной выплате, к примеру. Обратилась семья малоимущая за выплатой, то есть мерой социальной поддержки для приобретения товаров первой необходимости в связи с тем, что их жилое помещение пострадало после пожара. Ну вот, к сожалению, в ходе проверки тоже столкнулись с определенными, назовем их, не разобрались должностные лица, кто должен был предоставить эту меру социальной поддержки. Обратилась жена, а жилое помещение было оформлено на супруга. Ну то есть, в принципе, эти замечания можно было устранить уже в рамках подачи заявления, разъяснив, соответственно, заявитель, что необходимы вот эти нюансы и недостатки сразу же при подаче заявления изначально убрать. Да. Вот. Поэтому в данном случае сейчас мы отреагировали, подготовили информационное со своей стороны письмо в адрес профильного министерства. Ну, надо сказать, что вопрос уже находится в стадии разрешения. Это вот такие явные примеры из практики, которые были, случились именно в связи с обращением к нам граждан, и которые помогли действительно, как вы заметили, выявить еще ряд нарушений аналогичных и защитить права других граждан. Александр Александрович, какие существуют меры поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и, конечно, вот, может быть, и связанных сейчас с непростой эпид-обстановкой у нас в стране, ну и, конечно, в городе в частности, в Октябрьском районе в данном случае. Конкретные обращения и меры социальной поддержки, которые характерны для города, они, в принципе, и характерны для Октябрьского района. Хочу отметить и остановиться на том, что меры социальной поддержки очень большое количество, которые даже, наверное, всего эфира не хватит для того, чтобы их перечислить, но хотелось бы обратить и внимание и наших телезрителей на те, о которых, возможно, они не знают. Вот для примера приведу такой вид социальной поддержки, как социальный контракт. И есть такое понятие у нас в законе. Это соглашение, заключенное между гражданином и уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения, в соответствии с которым уполномоченный орган у нас оказывает гражданину специальную помощь. А гражданин реализовывает определенные мероприятия, как мы их назовем, скажем так, по социальной адаптации. То есть, со своей стороны тоже выполняет ряд обязательств, на которые себя берет и получает соответствующую помощь. Те категории, назову определяю, категории, которые в первую очередь могут рассчитывать на них. Это малоимущие семьи с детьми, малоимущие семьи с неработающими пенсионерами, инвалидами и лицами предпенсионного возраста, малоимущие одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и лица предпенсионного возраста и малоимущие трудоспособные граждане. Вот сейчас паузу небольшую. Давайте возьмем. Объясните, пожалуйста, кто подпадает под категорию малоимущих? Вообще, в принципе, если говорить об этом понятии. Мы обозначим это понятие как семья. То есть это в том числе и одиноко проживающий гражданин, средний душевой доход которого ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум у нас определены и сейчас для зависимости от категории. Величина прожиточного минимума в Самарской области, например, для детей 11 тысяч рублей, для пенсионеров 9320 рублей и так далее. Но с учетом установленного прожиточного минимума под эту категорию, соответственно, у нас, вот я обозначил, тех лиц могут подпадать в случае, если их средний душевой доход меньше прожиточного минимума. Кто это может высчитать и как определить семье, себя, малоимущие? В первую очередь, исходя из тех доходов, которые семья получает, в совокупности, если есть сомнения и необходимо получить консультацию по сумме, позволит ли она получить какие-либо меры социальной поддержки, можно обратиться, во-первых, в государственные у нас учреждения, которые есть на территории и Октябрьского района. Ну, в соцзащиту, да, проще говоря? Абсолютно верно, причем их два органа есть, я даже могу конкретно адрес назвать. У нас комплексный центр социального обслуживания населения по Октябрьскому району города Самары, это улица Скляренко-1. А также учреждения Самарской области управления по Октябрьскому району города Самары, главное управление социальной защиты населения, Первомайская, 26. Ну, здесь, в свою очередь, хочу также обратить внимание телезрителей, что прокуратура Октябрьского района города Самары также всегда готова принять, как на личном приеме и разъяснить, выяснить, какие определенные волнующие вопросы, ну, даже без принятия обращения, Челюскинцев-14а, по всем этим вопросам, в том числе, можно обратиться к нам. — Замечательно. Так, кто подпадает к категории, мы сказали, каким образом получить этот социальный контракт, что нужно сделать, куда обратиться, вот такие вот все организационные вопросы, давайте мы с вами сейчас озвучим. — Для того, чтобы заключить этот социальный контракт, как я уже обозначил, необходимо обратиться в вышеуказанные социальные учреждения. — Хочу еще также отметить, что по социальному контракту предусмотрены различные виды оказания поддержки. Сейчас объясню, о чем идет речь. То есть это не просто получение, скажем так, средств на что-то, и все, ты получаешь, приходишь определенное количество денег, и нет. — Есть определенная программа. Допустим, поиск работы с возможностью обучения. То есть это заключается социальный контракт, в рамках которого орган государства оказывает помощь в обучении. — Не это возможно, в том числе как раз какая-то целевая выплата, ну не какая-то определенная до 30 тысяч рублей для проведения обучения. — Для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ну то есть если у нас лицо, кто обратился за помощью, планирует каким-то образом начать свое небольшое дело, по данному направлению также предусмотрена и выплата, и определенная помощь по оказанию содействия в начале, скажем так, своего собственного дела. Если речь идет о ведении, допустим, личного подсобного хозяйства, здесь тоже предусмотрено обучение для гражданина, если он запланировал самостоятельно заняться ведением личного подсобного хозяйства. — В данном случае также предусмотрено как и выплата, так и обучение. И у нас есть еще одно мероприятие, это мероприятие по преодолению трудной жизненной ситуации. В данном случае речь идет о выплате, также выплате. Это вот именно все те меры поддержки, которые я назвал для граждан, которые реализуются в рамках социального контракта. — Социального контракта, но установлен ли законодательством срок действия вот именно этого социального контракта? Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, срок социального контракта, он определен, он изначально предусмотрен у нас 6 месяцев. То есть в рамках этого срока лицо, получающее меры поддержки, выполняет возложенные на себя определенные обязательства. От государства, в свою очередь, получается денежная помощь в основном в виде пособия либо выплаты. Но гражданин должен отчитаться как раз о получении вот этого социального контракта. Что нужно для этого сделать гражданину? Ну, это вообще посильная деятельность для людей? — Ну, это вполне посильная, скажем так, адекватный набор даже не документов, чтобы не пугать телезрителей. Там изначально, к примеру, в случае введения подсобного хозяйства, да, нужно подтвердить, хотя бы сформировать перемерный перечень товаров, которые планируется приобрести, ну и подтвердить условно чеком. Поэтому никаких каких-то объемных отчетов и так далее, естественно, от граждан никто не требует. — Хорошо, но куда обратиться нужно для как раз получения вот этой социальной помощи, для оформления социального контракта? — Ну, это в Министерство социальной демографии и семейной политики Самарской области. — В случае, если в заключении социального контракта будет отказано, каким образом гражданин может обжаловать это решение и вправе ли он это сделать? — Ну, допускаю, что, конечно, случаи могут быть разные, и, возможно, есть и случаи, когда будут отказаны в заключении этого контракта не обоснованно. Ну, опять же, здесь сразу хочу сказать, что отказ можно обжаловать в первую очередь и в прокуратуру. Также к нам по результатам проверки таких отказов нами тоже будут приняты меры. Если действительно отказ необоснованный, представители учреждения не вникли в ситуацию, а отказали формально, конечно же, мы в данном случае при наличии оснований примем меры реагирования, внесем представление, примем исчерпывающий, скажем так, комплекс для того, чтобы все-таки помочь гражданину, тем более, если у него основания для такой помощи есть. — Часто ли обращаются в прокуратуру с такими просьбами, и вот после прокурорского вмешательства решение действительно может быть пересмотрено? — Обращаются достаточно часто. Как я уже вам привел пример из нашей практики, как раз, скажем, были у нас и обращения по поводу социального контракта. Действительно, по результатам принятых мер все-таки пересмотрели, более внимательно изучили документы, и было принято решение об оказании помощи гражданину обратившемуся. Так же, как по пенсионному фону, которому я вот озвучил пример, здесь, в принципе, такая же примерно была ситуация. — Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что срок исполнения контракта социального полгода — это какая-то разовая помощь людям? — Либо по истечении полугода можно снова обратиться и заключить социальный контракт, но, может быть, уже на какой-то другой вид поддержки, либо на этот же, если действительно эта помощь оказана и оказана должным образом. — Таких ограничений прямых, что человек, если он один раз обратился за этой помощью, что ему теперь, скажем так, полностью ограничен доступ к мерам социальной поддержки, этого нет. Поэтому, если в полном объеме были реализованы условия вот этого социального контракта, они были исполнены добросовестно, то ничего не мешает ему обратиться вновь, возможно, по каким-либо другим основаниям для этого. — Скажите, а пользуется ли вообще социальный контракт популярностью среди наших граждан? Насколько вообще наши жители осведомлены о таком виде помощи? И обращаются ли они за ней, если есть, может быть, какие-то цифры, статистики? Вот сколько населения воспользовались такими мерами поддержки? Расскажите, пожалуйста, Александр Александрович. — Четкой статистики именно по социальным контрактам, именно официальной нету, но мы тоже, скажем так, проводим мониторинг ситуации по выплатам, по мерам социальной поддержки. И хочу сказать, что по социальному контракту вот именно этот вариант социальной поддержки не так достаточно активно используется. Я связываю это тоже с этим, может быть, по причине того, что необходимо более понятно, доступно объяснить гражданам, чтобы они знали об этом и могли обратиться. Поэтому вот в этом своем выступлении, в нашей беседе как раз затронул этот вопрос и озвучил его. — Подводя итог разговору про социальные контракты, я прошу вас еще раз назвать категории граждан, которые могут получить и стать участниками социального контракта. Ну вот если кто-то сейчас к нам присоединился, озвучите, пожалуйста. И все-таки на ваше мнение стоит ли обращаться вот за этой помощью, если гражданин действительно в ней нуждается и попадает вот под категории, которые вы сейчас перечислите? — Я сразу отвечу на последнюю часть вопроса, потому что мое мнение, и личное мое мнение, конечно же, стоит обращаться, поскольку я уже и в начале своего выступления говорил, озвучил, что огромное количество мер социальной поддержки предусмотрены различными, как и федеральными законами, и подзаконными нормативными актами. Поэтому денежные средства государством на это предусматриваются. И если есть в них нужда, конечно, основная цель, чтобы адресат эту помощь получил. Мы еще раз озвучим категории. Это малоимущие семьи с детьми, малоимущие семьи с неработающими пенсионерами, инвалидами и лицами предпенсионного возраста. Просто малоимущие, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и лица предпенсионного возраста. И малоимущие трудоспособные граждане. Александр Александрович, существует ли бесплатная юридическая помощь для граждан? И как прокуратура Октябрьского района ее оказывает? Бесплатная юридическая помощь такой институт сам по себе существует. Здесь данную помощь оказывается на разных уровнях, скажем так, власти, как и органы местного самоуправления и правительством. Предусмотрено оказание юридической помощи определенным категориям граждан, в том числе и инвалидам, и ветеранам боевых действий, несовершеннолетним, и их представителям законам, ну, по-простому, родителям, когда речь идет о защите именно прав несовершеннолетних. Хочу также еще раз обратить внимание телезрителей, что мы со своей стороны, и прокуратура Октябрьского района, и в целом органы прокуратуры, в настоящее время ориентированы на оказание помощи данным категориям граждан, о которых мы сейчас говорим, в том числе по разъяснению, юридическому сопровождению. Поэтому, если есть какой-то вопрос, всегда можно обратиться на прием в органы прокуратуры, в прокуратуру Октябрьского района. Порой даже, возможно, гражданину сложно сформулировать какой-то определенный вопрос, ему достаточно рассказать свою определенную жизненную ситуацию, в чем сложность, да, и в том числе у нас практикуется проведение приемов с учетом санитарно-эпидемиологической, конечно, обстановки, привлекаем в том числе сотрудников как раз социальных учреждений, для того, чтобы сразу адресно оказать помощь. Не заниматься, скажем так, перепиской, а присутствует прием, при приеме сотрудник прокуратуры, орган социального учреждения, для того, чтобы, ну, условно, сразу можно было гражданина взять за руку, уж по-простому скажу, да, и оказать помощь, содействие. Поэтому за юридической помощью всегда в органы прокуратуры мы ждем, готовы максимально разъяснить и оказать, разъяснить права для того, чтобы человек понимал, что он дальше может делать с этим. Ну, вот услуги, касаемые даже юридической помощи, всех тех мер поддержки, о которых мы сегодня говорим, касаемые, конечно, не только жителям Октябрьского района, но и всего городского округа Самара, вот сейчас можете дать какой-то универсальный совет, универсальный путь, если вдруг телезрители, вот даже после нашей программы, понимают, осознают, что да, они могут рассчитывать на те или иные меры поддержки, куда обратиться нужно? В первую очередь за разъяснением, ну и как вы сказали, чтобы вот прям максимально быстро и адресно, конкретно эту помощь уже получить. Как я уже и сказал, мы, думаю, обозначу вот основные учреждения по Октябрьскому району, если мы сказали, это комплексный центр социального обслуживания населения, это Скляренко-1, это управление по Октябрьскому району города Самары, главного управления социальной защиты населения, Первомайская, 26, прокуратура Октябрьского района города Самара, улица Челюскинцев, 14А, основные я назвал, естественно, всегда окажут содействие в администрации Октябрьского внутригородского района, потому что там есть профильный отдел по этим вопросам, в том числе и по несовершеннолетним, поэтому обратиться можно всегда в администрацию района. Основные органы я назвал, что касается территориальных отделов фонда социального страхования и пенсионного фонда, в зависимости от ситуации, если не знаете, куда обратиться именно, здесь можно, я говорю, упростить ситуацию, прийти в прокуратуру Октябрьского района и уточнить вопрос, и можно и оставить будет обращение, если там действительно оно будет относиться к компетенции непосредственно, допустим, пенсионного фонда, мы самостоятельно можем это обращение направить и проконтролировать его рассмотрение. Александр Александрович, я еще попрошу вас рассказать о мерах поддержки, именно социальной поддержки, например, для семей с детьми. для семей с детьми актуальные меры поддержки, о которых я тоже хотел бы озвучить, которые у нас реализуются в рамках государственной программы Самарской области, реализуется она уже с 2018 года, это те меры поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта демография, то есть денежные средства предусмотрены у нас федеральным бюджетом, выплаты производятся на территории Самарской области, вот тоже их озвучу, к примеру, предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, предоставление субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенка трех лет, предоставление ежемесячного пособия, тоже обращу внимание, для родителей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет, не посещающих образовательные учреждения, предоставление единовременной выплаты семейный капитал при рождении третьего ребенка, ну, я думаю, это наиболее известная категория социальной поддержки, предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье, для себя вот отмечу еще помимо указанных периодических выплат, которые можно получить в рамках национального проекта демография и государственной программы Самарской области, к примеру, в соответствии с законом, принятым в 2019 году у нас о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, ну, из названия федерального закона говорит само о себя, что тоже данный закон предоставляет возможность получить выплату до 450 тысяч рублей для погашения кредита ипотечного при рождении третьего ребенка. Возможно, тоже для телезрителей эта категория поддержки социальной может быть неизвестна, тоже будет интересно. Спасибо вам большое. Наша программа подходит к концу. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Скажите, пожалуйста, все-таки прокуратура стоит на страже интересов жителей. В данном случае мы говорим про Октябрьский район. Безусловно. Это наша основная задача и это задача нашего коллектива и меня как прокурора района. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну, а ответы моего сегодняшнего гостя были более чем исчерпывающими. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова